Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 6 ноября 2022 года, традиционная рубрика «Прямой диалог», в которой, как всегда, в режиме полной прозрачности и объективности отвечу на ваши вопросы. И начнем с обзора рынка в целом, какие события произошли, какие перспективы имеют место быть. Пожалуй, самым знаменательным событием прошедшей недели стало заседание ФРС, на котором подняли ставку на ожидаемые 75 базисных пунктов. Но для инвесторов было очень важно услышать в словах Пауэлла некоторую надежду, обнадеживание касательно будущих повышений ставок. И хотелось услышать то, что вполне вероятно в последующий период времени ставка не будет поднята в той же самой динамике, в тех же самых рамках повышения в 0,75%. Хотелось услышать, что это будет меньшее повышение. В телеграм-канале проводил опрос касательно ожиданий инвесторов, и более 80% инвесторов перед заседанием были достаточно оптимистичны во взглядах касательно ставки. То есть многие ожидали либо положительной риторики, либо не такого весомого увеличения процентной ставки. Но вот у меня были сомнения на этот счет, поэтому несколько перестраховался, выставил короткие стопы на позиции. Сейчас, наверное, не то время, когда стоит прямо-таки быть в чем-то уверенным, и, наверное, стоит сомневаться. После обозначенных повышений, после слов Пауэлла сначала была реакция несколько позитивная, как мы видим, здесь какой-то рост состоялся даже, но потом все улетело вниз, поскольку риторика такая, как принято говорит, есть рябина, она может вполне продолжиться. Но с каждым повышением ставки, особенно такими высокими шагами, мы увеличиваем вероятность получить более низкий рост этой ставки в следующем периоде. Я думаю, в декабре вполне вероятно уже ставка не будет поднята на 0,75 базисных пунктов. Это может быть 0,5, либо как минимум при поднятии ставки на 0,75 все же будет обозначена высокая доля вероятности того, что ставка дальше будет повышаться не на такой весомый, скажем так, процент. Может быть это 0,75 или 0,25. И где-то, я думаю, что вполне вероятно разворот по риторике он близок. Так что будем этого ждать. Пока появились вновь хорошие цены, хорошо укатали техов. В общем-то, но тренд пока с учетом всех вот этих вот событий, с учетом жестких повышения ставок, продолжения их повышения, мы видим стабилизацию и некий рост, такой вот среднесрочный тренд роста, рынок готов выкупать. И что я хотел бы еще обозначить, внимательно смотрю за динамикой, можно сказать по-русски сжигание денег ФРС. Они же не только деньги печатают, как у нас по новостям показывают, как ФРС печатает деньги, США печатает деньги, всех обманывает, но забывают помянуть о том, что деньги также и сжигают. Ну, в кавычках, конечно, их не жгут в печах, но изымают, скажем так, из экономики, чтобы бороться с инфляцией. Позитивный фактор. Посмотрел те данные, которые ФРС предоставляет. За прошедший месяц ФРС изъяло из рынка около 85 миллиардов долларов. При разрешенном объеме 90 с копейками. Ну, то есть, в принципе, тренд довольно-таки неплохой. Ранее, когда индексы были дорогими, ФРС могла себе позволить изымать деньги порядка объема 20 миллиардов, 25 миллиардов. Сейчас, когда рынок относительно дешев, есть желание покупать и есть нестабильность на других рынках, деньги идут в США, соответственно, могут они изымать вот в таких значительных объемах. И это, несомненно, важно для рынка. Это, несомненно, влияет на котировки. 80 миллиардов долларов, 85 – это очень существенная сумма даже для рынков США. И мы, тем не менее, видим тренд восстановительный, что говорит о том, что спрос на бумаги компаний США, на индексы, он все-таки превышает настоящее время объем и, скажем так, объемы тех, кто желает продавать эти индексы и компании. В общем-то, есть такие позитивные нотки. Ни о чем пока это толком не говорит. Да, есть настроение выкупать, но если произойдет какое-то событие негативное, конечно же, мы увидим опять снижение, опять вниз там и все прочее. Ну и, собственно, и так же с позитивными событиями. Загадывать то, что сейчас он точно будет расти или нет, это бессмысленно. События меняются ежедневно у нас. Данные по безработице грядут, которые тоже вызовут волатильность либо в плюс, либо в минус. Мы их не знаем, этих еще данных. Далее будут данные по инфляции, насколько она эффективно снижается, учитывая те инструменты, которые применяются. И потом у нас опять начало декабря – это новое решение поставки. То есть в любой промежуток времени в течение недели выходят значимые события. Между этими периодами выходят еще малозначимые события. Поэтому пока рынок настроен на откуп, но в любой момент это может прекратиться. Можем пойти вниз, либо полететь вверх. Будем отталкиваться от тех событий, которые имеют место быть. Главное – иметь риск-профиль. Главное – хеджировать эти риски, снижать риски. Где-то выставлять, может быть, в текущем рынке стопы. Ну, если стратегия среднесрочная, как минимум, или долгосрочная, конечно, в рынке сейчас большое количество бумаг, которые напрашиваются в портфель, напрашиваются к приобретению. Это по индексу S&P 500. По NASDAQ все несколько хуже. То есть техи распродаются. Техи, как мы знаем, стояли во главе индексов и были основными бенефициарами денег, которые вкачивают в рынок. Ну, сейчас, собственно, изъятие денег идет, поэтому и, в общем-то, к минимумам опять подошел индекс NASDAQ. Ну, здесь его начинают откупать. Посмотрим, как дальше будет дело обстоять. Техи продавал чуть раньше. То есть была пара позиций. Интуит и Эдоп. Собственно, эти сделки все в клубе показывал. Было субъективное ощущение, что для техов сейчас не лучшее время, краткосрочно, и Интуит продавал, что не помню, где-то сверху, и пока не перезаходил. Собственно, Интуиту предстоит отчет. И то же самое компания Эдоп. Она сейчас после продажи хорошо очень снизилась. Пока не спешу с покупкой. Хотел бы понаблюдать за динамикой. В общем-то, вот такая ситуация по зарубежному рынку, по России. Ну, в общем-то, ничего значимого не происходит. Ни кибоковичок. Тут и особо покупать не покупают. Собираюсь записать ролик касательно настроения инвесторов. Как меняются объемы приобретений, продаж на московской бирже, на санкт-петербургской бирже. Очень такая занимательная информация. В общем-то, для меня она довольно-таки важный такой подтекст несет. Запишу на этот счет ролик по наличию времени. Итак, давайте перейдем к вашим вопросам. И хотел бы продемонстрировать. У меня здесь все вопросы выстроены по количеству лайков. За это спасибо Степану. Подписчику он предоставил скрипт и инструкцию, как это можно сделать. Не думал, что такие вообще манипуляции можно совершать. Но люди занимаются и вот такие вещи можно делать. То есть выстраивает страничка по количеству лайков, комментариев таким вот образом. Очень удобно. И будем пользоваться сегодня первый день в таком формате. Никто не останется незамеченным. Большое количество лайков не уйдет по ранжированию YouTube куда-то вниз. И обязательно этот вопрос зачитаю. Итак, давайте начнем с первого вопроса от Сергея. Денис, цена акций PayPal значительно снизилась, при этом на хорошем отчете. Как думаете держать их, продолжать покупать? Спасибо. Вы знаете, отчет действительно был неплохим визуально. То есть если мы смотрим в плане достижения. Давайте его откроем. Саму компанию хотя бы в формате отображения цены. То есть здесь мы смотрим. Все довольно-таки неплохо. Они отчитались. Тут дело в большинстве случаев по отчету не в достижении тех целей, которые были поставлены. А дело в потенциалах, перспективах. То есть мы можем видеть негативную динамику при вроде бы хорошем отчете. И мы можем видеть позитивную динамику при красном отчете. Ну то есть когда все плохо, например. Важно то, что скрывает отчет себе. Это всего-навсего цифры. Например, вот скажем, лирическое отступление ребятам, которые недавно пришли на рынок и смотрят по отчетам в таком формате. Это практически не несет в себе никакой смысловой нагрузки. К примеру, PayPal. Почему он снизился на этом отчете? Вроде бы все хорошо. Вроде цели достигли. Перевыполнили. Все. Идут ударными темпами. Там пятилетку за год. Почему снизились? Потому что компания PayPal, она очень такие аккуратные прогнозы сделала на будущий период. Обозначила некоторое снижение финансовых результатов к концу периода. И возможность перетекания вот этих негативных финансовых результатов на будущий период. То есть четвертый квартал 22 года. И это заставило снизиться. То есть да, в моменте они перевыполнили, но они и обозначили, что по итогам года может получиться, наверное, не то, что они ожидают. Конкретно никаких там сведений прямо-таки детальных не раскрывают. Но, в общем-то, такой тонкий намек, тонкое обстоятельство, оно заставляет понимать, что прогнозы могут быть пересмотрены. В том числе и на конец 22 года, может быть, на начало 23 года все не так будет здорово. Поэтому компания пошла вниз, с отчетом я ознакомился, смотрел. И вот эти цифры, в общем-то, на них не суть важно. Обращать внимание, самое главное, такие глобальные периоды, как год, это наиболее важный процесс. Почему я компанию не переоцениваю внутри года зачастую, если, конечно, очень значительных каких-то изменений нет. Потому что это вот такие локальные точки, контрольные, в общем-то, по достижению, по движению к глобальному результату, хотя бы годовому. Очень важен годовой результат и трехлетка, скажем так. Где-то внутри года, если что-то меняется, то это не суть важно. Главное, чтобы плюс-минус к целям года пришло. Если вот компания пересматривает свои прогнозы на год, она может это сделать и в первом квартале, и во втором, и в третьем, это уже является более значительным таким вот моментом, который влияет на котировки. То есть тут у PayPal вроде бы все и неплохо, а на самом деле обозначили, что может быть что-то не срастется. А порой мы видим красное, красный отчет, соответственно, что-то там недовыполнили, где-то минус 10%, к примеру, но котировки летят вверх. Например, руководитель сказал, что какой-то объем договорных обязательств был исполнен, но деньги не были там перечислены, например, где-то они там в дебиторке зависли эти деньги, где они будут, эти средства реализованы, отражены на отчетах, в отчетах в следующем отчетном периоде, плюс мы там заключили какой-то договор, дополнительный контракт, и по итогам года мы ожидаем, к примеру, плюс к прогнозным значениям плюс 5%, не 2 доллара мы будем зарабатывать, а 2,1 доллар, например. И даже если здесь в отчете будет написано минус 20% недовыполнили, самое главное, почему недовыполнили. Если есть позитивные какие-то моменты, инвесторы, ведь большие деньги, они не глупые, они смотрят в корень, и в общем-то это рождает будущие котировки. Соответственно, может быть при крайне негативном отчете, может быть очень такой замечательный рост вверх, важно вникать в суть. Поэтому не просматривая эти данные сухие, к примеру, есть замечательные каналы в пульсе, в том же самом нефтенькове остался счет, вот этот пульс, он с одной стороны зло, поскольку там в основном школьники и там ракетчики, там залетай-вылетай, у всех минусы. Есть новостные каналы, полезные новостные каналы, есть каналы, которые, ну обычно те же самые, они транслируют, дублируют отчеты компании. То есть отчеты они как раз дублируют в рамках вот этот плюс-минус, столько-то планировалось, столько-то заработали. То есть это смысла в себе не несет, даже можно не подписываться на них, поскольку это совершенно ненужные сведения. Важно открыть и посмотреть потенциалы, что несет в себе будущие прогнозы. А вот такие вот моменты, они в скринера где-то, в трейдинг-вью, там в таких каналах, они не прописаны. И смотреть там доллар, должны были заработать, заработали 90 центов, что это плохо или хорошо, но это никакой в себе смысловой нагрузки не несет. А вот такой вот важный момент, ну думаю по PayPal обозначил их причину снижения. Так, вопрос-то какой у вас был, как думаете держать их, продолжить и покупать? Да пожалуй покупать бы я не продолжал, поскольку рынок касательно техов, а PayPal относится прежде всего к технологическим компаниям, он продолжает снижаться. Нащупал ли он сейчас зной или нет, вопрос остается открытым. Вот я для себя уровень выстраивал 68, если будет еще какой-то небольшой негативчик, в целом в NASDAQ, например, он легко уйдет сюда. Я бы рассмотрел эту компанию приобретению или добавлению позиций по стабилизации, по каким-то позитивным явлениям, именно экономическим. А как в самой компании, так и в экономике США в целом, вот докупаться там, то есть все, я бы пока не стал. Да, где-то тут отскок может произойти там на 78, в этот момент будет психологически тяжело, что вот можно было здесь где-то докупиться на 75 и сейчас она пойдет вверх. Но потом выйдут данные, к примеру, там по инфляции или поставке ФРС и мы отсюда увидим там движение дальше вниз, то есть распродадут компанию. Может быть такое, я бы, я не сторонник усреднений, частых добавлений там чего-либо. Компания уже хорошо снизилась, чтобы ее продавать, уже смысла нет, но и докупать, наверное, тоже пока смысла нет. Вообще компания интересная, безусловно, она неспроста у меня здесь в избранных находится, я за ней наблюдаю. Как только появятся положительные тенденции, я вполне рассматриваю возможность покупки данной компании, и это будет довольно-таки интересно. Так, давайте, следующий вопрос от Хрусталева и Евгения. Так, очень много компаний, значит, ну техи, условно говоря, Денис, эти компании всегда были локомотивами индекса. Именно они в крайнюю очередь продавили рынок на глубокую коррекцию. Сегодня на самом деле не сомневаюсь, что такие высокомаржинальные и гибкие бизнесы изменятся в будущем в плохую сторону. Все ждали этой просадки, вот оно. Как по-вашему, пора ли активно подбирать на любые сроки? На любые пока нет, на средний срок и долгосрок, безусловно. Но вот Apple мне по-прежнему не нравится, он очень-очень дорогой. Я понимаю, что, вероятно, его поддерживают, может быть, неспроста, он действительно себя неплохо показывает, там большие деньги. Но компания этих денег не стоит. Я ее как не покупал и не покупаю, так и продолжаю это делать. Соответственно, я не готов какой-то очень дорогой бизнес держать у себя в портфеле, понимая, что он далеко столько не стоит, что цена ему в два раза меньше. Пусть там не в два раза, а процентов на 40, может быть, на 45 меньше. Не готов, то есть, только ориентироваться на то, что, скорее всего, поскольку Apple находится в главе индекса S&P 500 и занимает долю 6%, только поэтому его покупать. Все-таки тут риски могут возникнуть, что-то коса на камень где-то найдет. И, в общем-то, вот эти локомотивы, которые тоже Microsoft, Google, Amazon и все прочие, они тоже во главе индекса стояли и большие проценты занимали. Тем не менее, их укатывают, а в настоящее время и что-то может с Apple произойти, он может улететь просто вниз. Такая ситуация может возникнуть. Все-таки хотелось бы покупать те компании, в которых есть уверенность, что те деньги, которые на них затрачены, они адекватные. И та стоимость, которая была уплачена за эти компании, она отражает недооценку этих активов. Facebook, да, Nvidia под вопросом. По Nvidia жду отчет, он будет скоро, в середине ноября, может быть. Google, цена отличная, безусловно. Amazon цена, точнее Microsoft цена хорошая. Amazon цена отличная. Netflix, ну, тоже, в принципе, интересно, да. Вот, в общем-то, на средний срок и на долгосрок, безусловно, компании хорошие. Можно либо полностью набирать, либо частично набирать. Вопрос волатильности. Может быть, рынок еще сходит чуть ниже, но где-то уже, я думаю, что дно находится недалеко. Вот, начинал как раз ролик с того, что инвесторы активно выкупают, и даже изъятие денег из рынка не помогает индексу, там, улететь вниз. Выкупаются и эти 80 копейками миллиардов долларов в месяц, и выкупаются еще позиции, что позволяет, в общем-то, компаниям расти. Вот такая вот ситуация. Рассматриваю, у меня все эти компании под наблюдением. Помимо Apple, я хотел бы их приобрести. Наверное, вот сейчас в большем интересе находится компания Google. Google, Nvidia, в общем-то, с удовольствием бы купил эти активы. Далее вопрос от Олега. Денис, какие бы топ-3 компании по ростовой стратегии вы бы сейчас купили, если бы собирали портфель? Мои фавориты Google, Square, SolarEdge, PayPal, Tesla, Palantir. Можно кратко думать об этой компании. Спасибо вам, что делитесь своими мыслями. Так, ну давайте подумаем. Google, безусловно, я уже это озвучивал. Square, пожалуй, я бы, наверное, ну, пока порассматривал бы этот момент, так же, как PayPal. Надо понаблюдать за ними. То есть они неоднозначны в своих вот текущих ценах. Да, уже недорого, но Square тот же самый. Давайте посмотрим. Он, по-моему, еще остается с авансом компании. То есть я его едва ли бы сейчас добавлял, но давайте с учетом всех этих снижений все-таки его пересмотрим. Да, наверное, он уже тоже дешевый. А он сейчас почему-то в убытке находится. Формоверный Payet 33 у него. Ну да, он такой недорогой, из такой крайне дорогой компании. Он уже стал, ну, я бы не сказал, что стоимостной, стоимостной компанией, но стоит совсем недорого. Совсем недорого. Так, что у них тут? Дополнительная эмиссия идет, активы нарастают. Плюс. Ну, вот он будет много денег тратить на единовременные статьи. Визуально будет отображаться у них минус по позициям. Вообще хороший рост. Ну, пожалуй, наверное, я бы все-таки сейчас в этот локомотив не стал бы запрыгивать, так же, как с PayPal, поскольку все-таки такая доля неоднозначности присутствует. Я в настоящее время вижу рынок в том отношении, что отличные компании, вот такие как Google, они стоят дешево. И, наверное, я не стал бы на что-то крайне рисковое такое, ну, не то чтобы крайне рисковое, но с повышенными рисками компании не стал бы, пожалуй, выносить как нечто приоритетное. Все-таки, когда мы имеем возможность купить гигантов, очень сильные и большие компании, которые будут однозначно перспективными, ну, насколько это можно сказать, с уверенностью, ну, по крайней мере, там, 15-процентный рост, вероятнее всего, они будут показывать, что значительно выше роста среднего индекса, даже с учетом там вливания денег и всего прочего. Ну, риски я бы, наверное, минимизировал в этом отношении. И SQ, и PayPal пока бы отложил в долгий ящик. По SolarEdge согласен, SolarEdge будет отчитываться завтра после закрытия рынка, я наблюдаю за этой компанией, мне она интересна. И даже рассматриваю возможность приобретения этой компании до отчета. Еще подумаю завтра, как будет складываться событие, какая ситуация будет. Я бы хотел эту компанию купить, по рискам у нее что? По рискам это Израиль. То есть, если бы это была американская компания, я бы с большей долей вероятности ее приобрел бы до отчета. А вот то, что она израильская, несмотря на очень значимый потенциал ввиду энергокризиса, я уверен, что альтернативная энергетика будет развиваться в Европе. Это просто необходимо, и наверняка SolarEdge представит какие-то довольно-таки высокие планы, наверняка превысит объемы продаж. Но Европа в большей экономической сложности находится, чем США, и не исключаю, как говорится, встречные ветры в этом отношении. То есть, отчет может быть и не таким уж хорошим. То есть, тут нужно по рискам посмотреть. И приобретать компанию, конечно, перед отчетом, это всегда повышенный риск. То есть, большая вероятность того, что можно напороться на какие-то грабли и получить полбу этими граблями, нежели получить какой-то хороший профит. Но это компания, которую я, пожалуй, хотел бы иметь в своем портфеле по ростовой стратегии. И мне не хотелось бы по ней точку входа упустить. Она сейчас находится... Давайте, чтобы картинку поменять, не быть голословным. Я ее переоценивал. Ранее уже публиковал эти данные. В каких ценах она может быть для меня интересна. Это вот еще было в начале года. Я ей давал цену 200 долларов. Собственно, она к 200 долларам подошла. И вот сейчас здесь крутится. Немножко распродали ее перед отчетом. Отчет у нее будет 7 ноября, как я и говорил. Это уже завтра после закрытия рынка. Если отчет будет хороший, она может отскочить на 10-15%. И, соответственно, если она улетит вверх, то даже от текущих 220, 240, 250 станет. Уже не так будет ее интересно приобретать. Она уже будет не такой, скажем так, адекватно оцененной по моим своим субъективным данным. Я уже, наверное, ее покупать... Мне так все однозначно станет к этому моменту. Поэтому хотелось бы, наверное, ее иметь в портфеле. Но понимаю те риски, которые могут идти за приобретением такой компании перед отчетом. В общем-то, Европа есть Европа. И дальше давайте посмотрим Тесла. Да, интересно. Но по Тесле я обозначал свой интерес цены. Может быть, она к нему сходит. Может быть, если рынок начнет позитивно себя чувствовать. Так что Тесла не открывается. Да, в общем-то, 183 доллара. Я помню, что я эти данные демонстрировал. 183 доллара. Так, ну бог с ним. Не открывается, не открывается. Потом откроется. 183 доллара было бы интересно. Сейчас Тесла находится на уровне поддержки. Если не ошибусь, там долларов 207 она стоит. Там 205-207 это у нее поддержка. Хотелось бы, чтобы она на 183 сходила. Не знаю, будет ли такая возможность. Ну вот, собственно, то, что мы видим. Было бы интересно покупать ее отсюда. Но вообще Тесла, да. Тесла мне интересна. То есть это как и производитель автомобилей, производитель аккумуляторной батареи, производитель решений по автопилотам, не связывают Теслу там с Маском как таковым. Ведь, ну, Маск есть Маск. Он может ведь Теслу и продать. Может работать в других направлениях. То есть часто вижу, на мой взгляд, ошибку инвесторов, которые ассоциируют именно вот компанию Тесла с Маском. Маск это человек, который такой глобальный, умный человек, безусловно. Но Тесла это один из его продуктов. Не стоит отождествлять его с другими продуктами. И как Теслу. То есть когда смешивают, например, Теслу, Маска, там, SpaceX, там еще что-то, все в одну гребенку, это все разные направления, которыми можно в этот момент заниматься, а можно потом перестать заниматься. Ведь напомню, что Paypal это детище Илона Маска. То есть кто историю, например, там смотрел, изучал компанию, Илон Маск начинал свою деятельность как раз таки с организации компании Paypal. И, в общем-то, она после него активно развивалась. Но проект был там продан, и теперь все по-другому там находится. То есть Тесла это Тесла, SpaceX это SpaceX, там Starlink и все прочее. Это все отдельные как бы направления, там куча различных. У него индустрии задействована, куча разных планов. Это все разные компании. То есть я смотрю, что зачастую инвесторы все смешивают в одну кучу, что Тесла это то же самое, что полеты в космос, это то же самое, что строительство каких-то подземных маршрутов по перемещению. Нет, это все абсолютно разные темы. И мой взгляд на Тесла, он абсолютно такой консервативный, я считаю, что трезвый, чисто оценка финансовых перспектив данной компании. И они не включают туда ни другие компоненты, ни полеты в космос, ни мега-супер-роботов, ни все прочее. Но интересно, да, я Теслу рассматриваю, мне было бы интересно ее купить. Еще бы чуть-чуть она подешевела, и так на 50% подешевела. Но вот еще бы 10, и было бы прямо-таки совсем интересно. И по Палантиру, это же ракета, я по нему еще давно ролик снимал, как только Палантир появлялся, все в него влетали, и это было будущим на словах. А по факту мы получили то, что получили. И это то, что, в общем-то, следовало, наверное, ожидать. Покупать я Палантира никогда не покупал. Все-таки надо пятилетку рисовать, чтобы показать, что такое Палантир. И тут, когда мы его разбирали, я... Ну, где-то цены были в районе 30-25, активно скупалось. Там огромное количество телеграмм, ютуб-каналов, там надо Палантир покупать. Но вот он сейчас в коррекции 82% снижался к максимуму на 85%. Почему бы Палантир покупать? Ну, это такие крайние риски. То есть они никогда, Палантир, собственно, сами и не обозначали каких-то высоких собственных потенциалов. И обратите внимание, это все, ну, какие-то оркестры, там, инвесторов, блогеров, аналитиков, которые говорили, что Палантир это такая ракета, в которую так надо скорее запрыгивать, иначе не успеете, что прямо-таки ужас. А на самом деле-то Палантир ничего подобного не говорил, их прогнозы были, ну, обычными, скажем. Я считаю, что стоит ориентироваться на, прежде всего, деятельность самой компании, на высказывание руководства. Это бизнес, то есть это не гига-мегафабрика с супер-мега-роботами, которая возьмет и тут расцветет на следующий день, начнет какие-то огромные деньги приносить. Это обычный бизнес, который убыточен в настоящее время, прямо скажем. Капитализация не высока у Палантира, насколько помню, это военные разработки. И что мы можем наблюдать? Форвардный ПЕ также высок, балансовая стоимость высока, соотношение капитализации к выручке высокое. Пока не вижу, чтобы выживать, они огромный байбэк, точнее дополнительную эмиссию. 41% имеют. Почему бы я купил Палантира? Я бы его просто-напросто не купил. Вот и все. И сэкономил бы себе процентов 80 от баланса. Давайте посмотрим дальше, какие у них ожидания. Ожидания, надо сказать, несколько высокие, но довольно-таки дорого все равно. Если мы выходим где-то на год вперед, то давайте полтора года возьмем, где-то как будто бы 10 центов они заработают. 10 центов они заработают. ПЕ у них в этом случае будет 80. Нет, конечно, компания дорогая, никакого интереса к Палантиру до сих пор нет. То есть окупаемость через год-полтора года у нее будет порядка 80 лет. При том, что там каких-то огромных потенциалов в Палантире они сами не обозначают. То есть открыть отчет, убрать вот эти шумы, залетай-вылетай с телеграм-каналов, с различных, с ютуб-блогеров, то Палантир остается довольно дорогим бизнесом, малоэффективным, который работает сейчас в минус, но планирует в плюс выйти, но этот плюс, конечно, ну скажем так, он дороже Гугла в несколько раз, учитывая то, что потенциал Гугла, он выше, чем потенциал Палантира. Ну, по-простому, наверное, можно вот так вот сказать. Конечно, Палантиру бы я отсюда исключил. Так, давайте дальше. Задержался на этих компаниях. Давайте пойдем. От обладателя следующий вопрос. Задолбали техи, задолбал Китай. Давайте поговорим о чем-то хорошем. Дивиденды плюс рост. Что сейчас, на ваш взгляд, актуально к подбору 5, 10, 15 лет? Спасибо, Денис. Так, что о дивиденды плюс рост. Так, мне интересны компании из сферы рейтов. Рейты у нас делятся на различные специфические индустрии. Это вот я обозначал American Tower. Интересно, Realty Income. Прошу прощения. Realty Income. Simon Property Group, пожалуй, сейчас мало интересен. Он стоит недешево. Интересна компания Prologis. Интересны банки. Ну, в общем-то, я, наверное, недельку назад записывал ролик по интересным индустриям. И туда входили как раз-таки рейты, входили банки. Можно эту информацию использовать. Ну, вот American Tower сейчас. То есть, есть такая восстановительная динамика. Стоит он достаточно дешево. Кроме Кассел считался чуть хуже, поэтому он не в перечне интересов. И ПР вот неплохо отчитался. Те страхи инвесторов, которые были, они были развеяны в ходе отчета. И после стабилизации его начали выкупать. Стоит дешево компания, рисков чуть больше. Вот, пожалуйста, там дивидендная доходность около 8% у ИПР. Плюс потенциал роста. Но риски заложены, потому что компания маленькая. По рейтам, я думаю, ясно, рост плюс дивиденды. И по банкам. Ну, вот, собственно, когда записывал ролик по банкам, JP Morgan стоил, не знаю, можете пересмотреть ролик. Я уже не припомню. Там 100 с копейками стоил. Вот сейчас он уже вырос на порядочную. То есть, ну, банки дешево стоили. Там где-то 18%, может, процентов 15% он вырос. Сити в настоящее время у меня приобретен. Я страховался, его стопы выставлял. Он у меня в плюс закрылся перед заседанием ФРС. Чуть-чуть снизился, я его снова откупил. То есть, считаю, что Сити тоже интересен. Хотя структура его активов не столь благоприятна для позитива, скажем, в сфере повышения ставок. Тем не менее, крупный банк стоит дешево. У него PE в районе 5. То есть, окупаемость Сити-группа, учитывая его текущую стоимость 45 долларов, порядка 5 лет. Это сильнейший американский банк. В четверку крупнейший ходит. Но это дешево прямо-таки. То есть, есть такой интерес. Интересен Комкаст. Ну, такие, пожалуй. Пожалуй, топ-3 уже я, или сколько, топ-5, топ-7, может быть, назвал. Вот интересные компании. Ну, будем говорить больше, конечно. Да, Рост плюс дивиденды сейчас, безусловно, интересны. Так, от Диванова Эксперта вопрос. Приветствую, есть ли такие компании, к которым вы пересмотрели свои отношения после вышедших недавно отчетов, в лучшую или худшую сторону? Давайте посмотрим. Так, что там такое? Да, в принципе, наверное, в голову ничего не приходит. Все в рамках относительных ожиданий. Меня радует то, что и добавляет некоторого плюса в осознании того, что я не ожидаю. СНП-500 сильное, дешево. Смотрел там оценки, 3000 оценивают и 2800. Я не вижу таких причин, которые могли бы загнать с НП-500 такие вот низкие котировки. Да, техи, значит, снижают свои потенциалы, но они уже и в цену это заложили, техи улетели просто капитально. Они уже раньше были интересны к приобретению, сейчас, собственно, и они влияют на цену индексов. Но другие компании из реального сектора, они отчитываются сейчас, ну, выше ожиданий зачастую. Мы видим взлеты, там, Крокса того же самого, ну, какие-то компании, я думаю, что во многом. МП, насколько помню, я считался хорошо. Ну, многие компании, в общем-то, мы видим там взлеты Starbucks, они, ну, Комкас тот же самый улетел хорошо вверх на отчете, потом снизился, когда заявили о продаже подразделения. То есть многие бизнесы, в принципе, отчитываются хорошо. И это говорит о том, что, ну, не все так плохо в экономике, пожалуй. И прошла эта балансировка, может быть, она еще где-то подрегулируется, какие-то механизмы будут смазаны, там, палантир тот же самый уйдет еще на 50% низ там. А какая-то другая компания подрастет. Но в целом, если берем экономику в целом, то, ну, никаких там значимых проблем нет. Те ставки, которые могут быть сформированы 5%, 5,5%, например, там, 6%, они не являются катастрофическими. Рынок понимает и руководство компаний осознает, что такие ставки вполне реальны, они рациональны. И это уже, в общем-то, закладывается постепенно в динамику рынка. Так что отчеты неплохие. Давайте я ваш вопрос еще раз прочитаю. Ну, вот, в общем-то, пересмотра значительного нет. Единственное, жалко, что некоторые компании, за которыми я слежу, они после отчетов улетают вверх. Но перед отчетами, как я уже говорил, покупать тоже такое себе ощущение. Кто-то и вниз хорошо ходит. Сейчас, по-моему, таких вот нейтральных динамик после отчетов практически нет. Либо вверх хорошо улетел, либо вниз полетел. То есть, вот примерно такая ситуация происходит. Но в целом все в рамках задуманного. Комкас меня порадовал. Вот все время я смотрю на Комкас, его бедологу укатывают. Он уже стоит 2 копейки. И его продолжают укатывать. Рассматривая отчеты, рассматривая аналитику по Комкасту, рассматривая заявление руководства, ну, там нет проблем. Единственное, что я вижу, почему какие-то негативные настроения могут возникать, это все без конца ожидают, что Комкас начнет терять клиентов. Но он, бедолага, вот смотрите, как начал падать здесь, он никак их потерять не может. У него все растет и все нормально развивается в тех рамках, в которых было запланировано. Но каждый раз его все дальше и дальше укатывают. Но вот сейчас он начнет терять клиентов. Но вот никак этого не происходит. И мне уже эту компанию жалко на самом деле. Она стоит крайне дешево. Я на нормальную сумму ее приобрел. После очередного отчета, когда они отчитались выше ожиданий, подтвердили там прогнозы, все неплохо. У них 15 миллиардов на... По моим расчетам они там не озвучивали детально. Но я посчитал, сколько они потратили, сколько купили акций там в средних ценах и все прочее. У них разрешенный обратный выкуп еще 15 миллиардов. 15 миллиардов для Комкаста это огромные деньги. Это порядка 15% от капитализации они могут выкупать. То есть для этого свободный денежный поток, конечно, требуется. Но в течение двух лет, если они его реализуют, это в среднем получится по 7,5% в год. Это Apple не снилось, такие объемы обратного выкупа. Я считаю, что интересная компания. Но куда его еще распродавать? Он уже 2 копейки стоит, этот Комкаст. И все, его бедолага укатывает. Живут, когда же у него клиенты перестанут к нему приходить. А они все приходят и приходят. И вот как-то так получается. Собственно, вот Комкаст порадовал. Далее от Алекса вопрос. Когда уже брать Google, Amazon, Meta? На Meta такой цене с 2015 года не было. Ожидать следующие 5-10 лет такой же рост техов? Отвечая с конца вопроса, такой рост техов я бы не ожидал. Это рост был манипулятивный. То есть мы все понимаем, что структура развития этих бизнесов, которая отражает будущие цены на акции и текущие цены на акции. То есть бизнес растет, например, в рамках, условно говоря, так утрированного на 10% в год. Google зарабатывал миллиард, стал миллиард сто зарабатывать. То есть улучшился на 10%. То и котировки рационально могут на 10% вырасти. Ну там вмешиваются, конечно, такие позиции, как обратный выкуп. Где-то Google выкупил своих акций, стал покупателем в стакане. На рынке тоже цены приподнял. Плюс ввиду обратного выкупа, к примеру, снизилось количество обыкновенных акций в обращении. Соответственно, выросла EPS на каждую из акций. Ну такие моменты тоже имеют место быть. Там плюс-минус. Но техи в последние периоды росли именно за счет вливания денежных средств. Огромные деньги шли, были напечатаны для экономики США. Были влиты в рынки, чтобы поддержать экономику. Вертолетные деньги, которые вкладывались тоже в фондовый рынок. Собственно, сейчас это дело нивелировалось, охладилось. И вот то, что мы видели, конечно, я бы не ожидал в последующие периоды такого роста. Ну если только ФРС опять начнет печатать деньги и там триллионами вкладывать в рынок. Пока это было бы просто экономическое безумие. Они бы разогнали инфляцию. Было бы все довольно-таки печально у них. Поэтому ожидал бы какой-то рациональный рост на техи. Google, Amazon, Meta и все прочее. Но Amazon, пожалуй, там побольше. А Google и Microsoft это 12-15-17% в год. Что является тоже очень интересным для стандартного рынка. Без печатных станков, манипуляций и всего прочего. Поскольку рынок растет в среднем на 10-11% в год. Техи имеют больше потенциала в настоящее время. А покупать? Да, в принципе, на ваш вопрос ответил. По мете пока бы еще рассмотрел. Все-таки хотелось бы видеть финансовый результат от их огромных вложений в мета-вселенную. Пока его нет. Ну вот как он начнет формироваться, я думаю, тогда будет интересно. А пока результатов значимых нет, может еще мета себя по-разному почувствовать. От Константина вопрос следующий. Денис, добрый день. Каким акциям, какой индустрии вы сейчас присматриваетесь для покупки в ваш портфель? Ну, собственно, выше уже обозначил. Это рейты. Я их уже и купил пару единиц рейтов. Купил сети групп в портфеле. Альтернативную энергетику рассматриваю. Рассматриваю приобретение Tesla. Желательно, по возможности, чтобы она еще упала. Смотрю на техи. Первостепенно это Google. Ну вот, пожалуй, такие вот. Интуит тот же самый интересен. Рассматриваю. Интуит, по-моему, отчитывается у нас скоро. Давайте посмотрим его. Так, куда-то он бежал. Да, Интуит будет отчитываться пока не до момента отчетности. Я его приобретать не буду. Почему он сейчас снизился? Там было падение. Они притормозили набор новых сотрудников, что может говорить о том, что в ходе отчета предстоящего будут обозначены не такие высокие потенциалы, как изначально планировалось. То есть это такие звоночки, которые начинают поступать. Если бы компания всеми мильными шагами планировала развиваться и дальше, наверное, бы она не притормаживала найм новых сотрудников. Вот. То есть отчет является такой некой угрозой, неким риском, который я бы сначала миновал, а потом рассматривал к приобретению. Пожалуй, такие направления, которые интересны. Так, следующий вопрос от Аллы. Медтроник, как считаете, Денис, не пора подбирать. 3,2 дивдоходность увеличивается на 8% в год с дивидендной доходностью на 47% выше среднего за 5 лет и более низким, чем обычно форвардным коэффициентом PE. Медтроник может быть недооценена. Вот интересный у вас подход. Он правильный очень. Смотрю, так все по полочкам разложили. Аргументы стоимости. Все интересно. Давайте Медтроник посмотрим. Он сейчас у меня не в области интересов находится. Интересные, наверное, более такие крупные компании, на мой взгляд. Ну вот, медицинское оборудование, пожалуй, там Эббот тот же самый интересен. Вообще форвардный PE, конечно, у него низкий. Может быть, стоит мне его тоже добавить и посмотреть. 15 всего форвардный PE. Так, Медтроник у нас отчитывался. Когда он отчитался. Ну вот видите, отчет ему предстоит. То есть, рассматривать имеет смысл его только после отчета. Вот как отчитается. Вот 29.01 я переоценивал. Считаю, что цена ему 120 долларов за одну акцию была бы оптимальна. Сейчас очень хорошо медицинское оборудование снизилось. Но вот Медтроник, я смотрю, уже стал совершенно недорогим. Там Thermo Fisher Scientific, например. Такие вот крупные компании. Они все еще дорогие. Хотя там, ну прям, огромных перспектив не планируют. Просто это защитная индустрия. Люди готовы за эту защиту платить и переплачивать. И, в общем-то, Медтроник в этом отношении, я смотрю, сейчас стоит довольно-таки дешево. И по балансовой цене, и по соотношению выручки капитализации, и по непосредственно PE. И 66% платит Payout Retio. Ну, в общем-то, вот этот Payout Retio высокий. Он снизится сильно в перспективе одного года. И будет где-то 45. 50, может быть. Так, давайте посмотрим. Долговую нагрузку снижает. Это хорошо. То есть, Медтроник не всегда нравился. Компания адекватная. Вопрос сейчас сугубо в цене. 3,8 доллара закрывает настоящее время. Так, так, так. Да, и хорошо подрастет у него финансовый результат. Но вот будущие периоды, конечно, как мы видим, есть ожидания совсем скромного роста на будущие периоды. Ну, вот относительно. Я бы, наверное, просто сейчас взял на паузу этот процесс. Как минимум, дождался бы отчета тех потенциалов, которые обозначат Медтроник. Будут ли какие-то изменения. Может быть, что-то в положительную сторону изменится. Но стоимость, в общем-то, недорогая, учитывая то, что индустрия защитная. Я бы сказал, что пока в нейтрале. То есть, я бы понаблюдал все-таки еще за индустрией. Те потенциалы, которые были ранее обозначены. Вот Медтроник мы еще разбирали пару лет назад. У них были возможности более высокие. 20% роста бизнеса в горизонте среднесрочном. Сейчас они, ну, несколько, скажем, свои планы выполнили. Сейчас они обозначают более такие консервативные прогнозы на будущие периоды. Хотелось бы увидеть по нему некий позитив, прежде чем начать его покупать. Вообще, конечно, компания сейчас стоит недорого. Но на паузе пара, пожалуй. Так, от Влада вопрос. Добрый день, Денис. В свое время NTNT только за компанию Warner Bros. дала 100 миллиардов. А сейчас VB Plus Discovery стоит 25 миллиардов. Возникает вопрос. Это NTNT переплатила за компанию или есть большая перепроданность в этой бумаге? Зрители канала, поддержите лайком. Так, VBD недавно отчитывались. Вы знаете, к ней сейчас интереса большого нет, субъективно. И поясню, почему к Warner Bros. Discovery. Поскольку компания маленькая и она недавно, как вы верно заметили, было слияние с Discovery, Warner Bros. плюс Discovery и так далее. То есть они как единый организм функционируют совсем недавно. Я по ней снимал ролик с такой несколько нейтральной оценкой и необходимо было рассмотреть компанию в отрезке времени, насколько этот единый организм, этот симбиоз двух компаний, он будет функционировать в реальном бизнесе. Пока, как мы видим, компания снижается. Здесь что-то они не дотянули очень значительно на 189%. Капитализация падает и если отвечать на ваш вопрос по NTNT, я думаю, что планы у NTNT были высокие в отношении Warner Bros., если они там 100 миллиардов вкладывали в эту компанию, но они не смогли этот инструмент применить фактически. То есть такое бывает и тот же самый Comcast, почему он снизился после отчета, они объявили, что Sky подразделение в Германии продают, платили за него существенно больше, чем та сумма, которую планируют за него выручить. Там в чем проблема была, Sky замечательное подразделение, все здорово, оно было перспективным, но, насколько я понял, заложили негативные перспективы того, что их конкуренты в Европе выиграли патенты, как правильно сказать, лицензии на трансляции определенных матчей, спортивных событий. Соответственно, у Sky потенциал снизился, денег они меньше заработают. Вот такое рыночное событие произошло, конкурентное, то есть это не к фондовому рынку относится, а к именно деятельности бизнеса. И вот я думаю, что NTNT платили адекватные деньги, учитывая потенциалы и возможности, но не смогли в полной мере их конкурентно реализовать. Тут, может быть, директор Warner Bros. подвел, там, какую-то структуру управления оказалась слабой, какие-то такие моменты произошли, но сейчас я бы покупать не стал. Опять же повторюсь, в рынке есть такое огромное количество сильных компаний, которые стоят дешево, надежных компаний, наверное, в сложное рецессионное время, время повышения ставок процентных, удорожание кредитов, лучше обратиться в сторону надежности, нежели в сторону каких-то мелких компаний, которые падают. В общем-то, наверное, птицу удачи за хвост сейчас поймать сложно, лучше все-таки такого жирного снегиря поймать и удерживать его в руках. Это будет, наверное, такое наиболее правильное решение. Видите, как она вроде дешево стоила, потом еще раз и улетела вниз, хотя тут инсайдеры входили, то есть рисков очень много. И по факту, да, компания NTNT переплатила, поскольку не смогла этот инструмент реализовать. Так вот получается. Так, от Сергея следующий вопрос. Добрый день, Денис. В пятницу, 4-го, 11-го произошло очень сильное движение вверх в золоте и меди. На что это может указывать? Может быть, это предвестник разворота фондового рынка или обычной спекуляции? Так, по меди я не смотрю, а вот по золоту у меня он находится, золото-серебро у меня в наблюдении находится. Давайте посмотрим, что сейчас имеет место быть по 3 месяца. Ну, собственно, мы видим то, что вот этот откуп по золоту, он находился в рамках стабилизации. То есть вот она нижняя граница, откуда трейдеры откупают, инвесторы откупают, например, и где продают. Вот это вот уровень сопротивления. То есть никаких, в общем-то, событий пока значимых не произошло. То, что откупили до 1680, пока ни на что не указывает. Вот если начнут откупать дальше, к 1720 и еще пройдут выше, вот это будет уже таким среднесрочным разворотом. Считаю, что золото сейчас стоит довольно-таки дешево. Это защитный актив, я об этом уже раньше говорил и даже приобретал физическое золото. Я считаю, что это будет неплохая такая возможность для России сохранить свои денежные средства. Их нельзя, там какой-то замочек на них нарисовать на этом золоте, поскольку оно физическое. Не стал бы хранить денежные средства где-то в сберегательной кассе или на банковском счете. Тем более валюту, золото замечательный такой инструмент, который сейчас возможно приобрести и в физическом выражении, и в плане золотодобытчиков. Там риски возрастают, конечно, если какие-то компании иметь зарубежные. Но пока, как видите, здесь, в общем-то, все в рамках стабилизации. Неоднократно уже откупали золото примерно к этим диапазонам, но потом оно уходило вниз. И вполне вероятно, что оно продолжит свой рост по серебру аналогично. Давайте посмотрим, что тут. Наверняка у меня тоже есть свои позиции. Ну да, здесь я уже вижу, что трейдинг не подгрузил. Тут есть уровни и по серебру. То есть это вот уровень стабилизации идет. Володильность довольно-таки широкая. Пока все в рамках той тенденции стабилизации, которая имела место быть. Пока разворота здесь никакого нет. Но вполне вероятно, что он может произойти. То есть золото, золотодобытчики, они, безусловно, в области интересов. Так, следующий вопрос от COSROM. Allegiant после отчета снижения входа инсайдеров. Что скажете? Действительно, были три входа инсайдеров. Эти данные я опубликовал в клубе. Это является интересным моментом. Рассматривал, также пересматривал отчет. Что важно заметить. Ну такая вот политика интересная. Опять же, в формате лирического отступления. В отчете компании Allegiant там фигурировала сумма обратного выкупа акций на 1 миллиард долларов. Если не ошибусь. То есть, на конец 2022 года осталось у них порядка 200-250 миллионов долларов на откуп акций. И руководитель компании, он в формате такой приверженности бизнеса с той компанией, в которой он руководит. Он обозначил, что свои деньги вложит на приобретение акций в районе 2 миллионов долларов. Это, кстати, вот он и покупал. Можете посмотреть. Раньше было объявление того, что вот он купит. И он действительно купил. Подождал такого момента удобного. Купил. И с ним купили еще пара человек. Наверное, тоже последовали примеру. Или, может быть, знают, что у них директор. Знает, когда покупать и так далее. Но он, кстати, раньше покупал тоже чуть дороже. Было тоже порядка 2 миллионов долларов вкладывал директор. Цена хорошая, безусловно. ПЕ на горизонт от 2022 года по отчетности порядка 20, насколько я помню. Эта компания тоже из дорогих перешла в разряд практически стоимостных. Потенциал увеличения финпотоков у них достаточно неплохой. Интересно. В общем-то, мы посмотрели Alligion. Мы посмотрели до этого Metronic. Мы можем многое количество компаний посмотреть. Так, это не то. Thermo Fisher Scientific, например. Она не так снижается. Потому что компания сильная, огромная. Но вот по медицинским оборудованию, медицинским инструментам идет действительно очень большая распродажа. Компании дешевеют. И, безусловно, это является таким интересным фактором. Сейчас 180 долларов она стоит. А я рассматриваю компанию к приобретению. Хотелось бы еще увидеть все-таки какого-то разворотика. Желательно по рынку в целом. С позитивными какими-то новостями. Например, что инфляция уже 7,9%, например, процентов. 7,5%. Утрирую. Тогда это будет указывать на такие значимо позитивные движения в рынке. На эффективность мер и той ставки, которая имеет место быть. Поскольку ставка имеет кумулятивный эффект. И вот это 4%, которые сейчас мы имеем фактически, они еще не начали работать. В настоящее время против инфляции работает ставка 2-3%. Даже меньше 2-2,5%. Пожалуй. И если вот эта ставка, которая работает, и кумулятивный эффект еще от 4% не накопился, инфляция уже будет отступать, в этом случае рынок хорошенько развернется. Тогда можно будет и Allegiant, наверное, рассмотреть. Хотя, конечно, сейчас цена уже хорошая. Можно рассматривать, приобретать. Входы инсайдеров. Три человека различных. Один на 200 тысяч долларов, второй на 200 с копейками приобрел. А директор на 2 миллиона долларов, которые он, в общем-то, обещал. Так что интересная компания, безусловно. Пожалуй, я бы посмотрел, как она развернется. И вполне вероятно, что приобрел бы. Так, вот максимум за вопрос. Денис, какую акцию приобретали на этой неделе в Interactive Brokers? Да, в общем-то, не секрет. У нас все как в режиме полной прозрачности и объективности. Приобретал ProLoges. Это рейд. Приобретал American Tower. Приобретал City Group. Пожалуй, такие были приобретения. Ну, а фиксация была путем выставления коротких стопов перед заседанием ФРС. Тот же самый American Tower зафиксировался там в плюс. T1 Semiconductor зафиксировался там в какой-то небольшой минус. Где-то 0,1% в минус, но в него не перезаходил. City в плюс зафиксировался. Что-то там еще у меня точно не припомню, какие позиции были. В общем-то, BlackRock там где-то плюс 6% зафиксировался. Но он сейчас еще лучше подрос. В общем-то, риски минимизировал. И теперь постепенно начинаю перезаходить до следующего события. Перед следующим событием опять рассмотрю, какие вероятности будут к тому, чтобы показать какую-то положительную или отрицательную динамику. Так вот, Александр, следующий вопрос. Добрый день. Интересует потенциал восстановления хорошо упавших Walgreen Boots Alliance, не ошибаюсь, и Qualcomm. Разные индустрии, как так интереснее. Первый уже отскочил, второй пока в стадии падения. Интерфейс IB после наших брокеров прям сильно усложнен. Тут и говорить нечего. Да, согласен. Сложность Interactive Brokers в этом отношении. Сейчас более-менее по рекомендации подписчиков, которые имеют большой опыт работы в Interactive Brokers, оформил отображение процентов, в каком плюсе сейчас там находится ряд компаний, сколько это в долларом выражении. Но, тем не менее, еще остается, конечно, таким вот довольно сложным. Тиньков тут безоговорочный, конечно, лидер. Мне очень нравится. Ну и Interactive Brokers тоже в целом можно работать. Так, Walgreen Boots Alliance. По ней аптечная сеть. Давайте посмотрим. Она действительно пришла к восстановлению. Но, как вы видите, сейчас она в районе сопротивления. То есть я считаю, что компания будет стоить значительно дороже. Нужно будет ее переоценить. Кстати говоря, ранее оценивал в 52 доллара. Ну, в принципе, я думаю, что она в этих рамках и останется. Отчитывалась она хорошо. Проблем здесь никаких не было. Но, пожалуй, если преодолеет вот эти вот отметки в районе 37 долларов предыдущие, то целью будет 39,3. Это технический фактор. Ну, а фундаментальный фактор по оценке бизнеса. Я считаю, что она в районе 50 долларов должна стоить. Вполне вероятно, что начнут ее откупать. Напомню, что это дивидендный аристократ с неплохой дивидендной доходностью. В общем-то, ну, больше всего, конечно, стоит ориентироваться на дивиденды. Ну, и держать где-то возможность в уме того, что компания восстановится. В целом, этот бизнес не очень ростовой. Только ориентация на восстановление этого бизнеса. Так, а по Qualcomm. Да, в общем-то, все компании из индустрии полупроводников, они значительно снизились. Qualcomm здесь для меня был малоинтересен. А, ну, кстати, я вот справедливую стоимость его обозначал в 92 доллара уже. Уж не припомню, когда. Но вот синяя это у меня означает. Я его не смотрел уже давно, Qualcomm. Давайте его сейчас пересмотрим. Пока я бы, наверное, его не покупал бы Qualcomm. Почему-то мне он не нравился. Я его в 92 доллара оценивал. Ну, в общем-то, когда-то, наверное, это казалось нереальным. Но сейчас он уже снизился на 44%. Ну, и где-то 50% вполне может снизиться к 92 долларам. Ну, давайте его посмотрим, что с ним. Я помню, там у него нестабильные финансовые результаты. По-моему, долговая нагрузка высокая. Что-то у меня он как бизнес не очень заходил. NVIDIA, AMD, Intel, Taiwan Semiconductor. Они под наблюдением у меня находятся. А вот Qualcomm не очень мне импонировал. Дороговат по балансовой стоимости. Так, что еще у нас тут интересного? Дивидендная доходность у него. Сейчас неплохая, в районе 2,7%. Мне интересная его перспектива. Он планирует закрыть следующий год хуже, чем текущий. То есть, он не планирует, ввиду сокращения дефицита полупроводников, продолжить зарабатывать неплохие деньги. Он планирует, пожалуй, снижать свои финансовые потенциалы. Так, он дополнительную эмиссию осуществлял, что было логично, потому что выгодно было ему денег заработать в высоких котировках и откупить эти акции несколько дешевле. Сейчас 11,3 доллара зарабатывает. По итогам 2020 года здесь данных нет. Но, в общем-то, имеется определенная стагнация на будущий период с потенциалом в районе 10% в год. Ну, не будем глубоко смотреть Qualcomm, чтобы время много не тратить. Уже практически час. Хотелось бы еще на вопрос ответить. Я бы обозначил его как некоторая нейтраль. Приобретать бы не стал. Я по полупроводникам. Мне больше интересен Тайвань-семикондуктор. Он хорошо отпадал. Хорошие перспективы есть. Это один из крупнейших производителей, несмотря на ситуацию с Китаем эти риски. В общем-то, он поддерживается США. Планы открытия новых предприятий на нейтральных территориях. И вот Nvidia интересна. То есть, это диверсифицированная такая компания, которая может в случае чего выезжать, вытягивать свои финансовые потоки, даже с учетом снижения спроса на полупроводники, минования вот этого высокого ажиотажа на них. Вот Qualcomm мне все-таки не интересен. Раньше я про него просчитывал, просматривал. 92 доллара я, пожалуй, бы так и оставил. Но обратите внимание, сейчас хуже рынка себя чувствует. Хуже Nasdaq, хуже S&P, хуже, не знаю, Nvidia и той же самой, которая, как вы видите, постепенно начинает восстанавливаться. Уже неплохие тут плюсы показала AMD. Давайте сейчас она загрузится. AMD уже отчиталась. И тоже такая динамика у нее кодкупа пошла. А Qualcomm пока рынок не спешит откупать. Видимо, тоже ребята посчитали достаточное количество денежных средств, чтобы влиять на котировки полупроводников. И пока Qualcomm не спешат покупать. Давайте дальше. От Валерия 321. Добрый день, Денис. Как всегда, спасибо за информацию и рубрику. ФИС после отчета минус 30%. Какие причины в целом ваше мнение о компании после отчета? Вот по ФИСу я не подскажу. Я не смотрел, честно, отчет, что по нему произошло. То есть ранее уже сегодня обозначал свое видение текущего рынка. Мне сейчас наиболее интересны компании сильные. Вот ФИС, он к таким компаниям не относится. Ранее была позиция закрыта уже давно, несколько месяцев назад. И что сейчас с ним происходит, я даже не подскажу. Тут видно, что чуть-чуть не дотянули они до цели. Это совершенно незначительно. Видимо, они снизили финансовые прогнозы на предстоящий период. Собственно, я думаю, что в этом дело и ни в чем другом быть не может. То есть они свой финансовый прогноз понизили. Компания, видно, что, конечно, уже очень дешевая. Но, пожалуй, я бы пока от нее держался в стороне. И хорошим уровнем поддержки будут 55-56 долларов. Пока здесь иного нет. То есть мне есть практически уверенность, что компания ФИС, она с высокой долей вероятности сходит в район 56. Я бы все-таки сейчас обратил внимание на дешевые, надежные крупные компании, которые устойчивые, с минимальными уровнями долговой нагрузки. ФИС, я насколько помню, они кого-то приобретали и залезли в долги. Давайте убедимся в этом. Так. Ну, в общем-то, у них тут значимых проблем нет. Покрытие 700% операционной прибылью. Очень дешевый будущий показатель. Я, безусловно, эту компанию пересмотрю. Она, ну, очень дешевая в отношении своих будущих финансовых потоков. Но сделаю, наверное, это несколько позже. Все-таки сейчас обратил бы внимание на сильные компании. Вот, чтобы таких вот стрессов не избежать, точнее, избежать таких стрессов, я бы, пожалуй, все-таки рассматривал что-то сильное. Вот Ясперс вопрос. Как смотрите на акции T.Row Price Group? Неплохо просили, но и выручка, скорее всего, будет проседать за падение рынка. А T.Row сейчас также на втором плане. Обозначало это уже раньше, еще несколько месяцев назад. Сейчас интересен BlackRock. BlackRock приобретал, вот зафиксировал эту позицию по BlackRock перед заседанием ФРС. Пока не перезаходил, ну и, наверное, не планирую. То есть T.Row, опять же, компания меньше, чем BlackRock. Давайте BlackRock, видите, его уже откупают. То есть его очень сильно распродали. Компания является ключевой на рынке. Она и с пенсионными фондами работает, с крупными институциональными инвесторами, с правительством. Рисков в ней меньше. Она редко уходит ниже справедливой цены. И приобретение было интересно. Соответственно, вот T.Row, пожалуй, я бы пока держал под вопросом. И если вам интересно что-то приобрести, особенно на долгосрок и средний срок, я бы обратил внимание больше на BlackRock. Компания посильнее и поперспективнее. Так, от Андрея Машкова вопрос. Добрый день. Есть ли дальний потенциал роста у Energy Transfer? Долгосрочный, наверное, имейте в виду Energy Transfer. Ну, это компания дивидендная, прежде всего. Там каких-то значимых возможностей для развития бизнеса, там расширения бизнеса. Там значительных нет. Преимущество в том, что дивидоходность у него высокая. Но помним, что это LP, а налог будет 37% с Energy Transfer. Вообще, я думаю, что сейчас она дороговата уже, поскольку энергетический сектор, он хорошо улетел вверх. Ну, собственно, мы видим, что такое развитие значительное. Тут очень часто директор ее приобретает. Есть, конечно. Но если вы смотрите на дивидендную доходность, безусловно, компания будет, скорее всего, этой дивидендной доходностью обладать. Неспроста ее директор скупает. У него очень хороший финансовый поток от дивидендов. Он активно, по-русски говоря, топит за выплаты дивидендов, потому что он получает, прежде всего, такой большой кусок пирога от этих дивидендов. Да, но в плане приобретения сейчас, конечно, я бы покупать не стал. Она дорога, в районе исторических максимумов находится. То есть перспектива имеется, но дивидендная. По росту финансовых потоков едва ли скорее при удешевлении энергоресурсов. Оно, безусловно, произойдет вопрос времени. Может быть, это год займет, может быть, два года займет. Потом она несколько скорректируется. Сейчас такие пики цен на энергоресурсы. И это основа. Так, вот, Саш, ваш вопрос. Хочется добрать по текущим вкусным ценам в долгосрочный дивпортфель Paramount, Deluxe, Neville и Hanus Brand. Можно кратенько ваше мнение по ним, Денис. Так, вот, Paramount. Я что-то не помню, что это за компания. Такая дивидендная она. Вообще, общее впечатление у меня сейчас, которое я хотел бы вот как основу и цель дать, это приобретение скорее компаний, которые являются сильными. А, это Aviacom CBS. Понял, ее переименовали в Paramount. Ну, вообще, по Aviacom я свои оценки давал. Она, компания, довольно слабая. Да, вот здесь вот после вот этого полета ракеты здесь ее все выкупали, пытались, значит, еще раз в ракету успеть. Но ракеты не случилось. Так, форвардный PE в районе 10. Я оцениваю компанию довольно-таки слабенько. Давайте посмотрим, что у нее сейчас вкратце. Я бы что-то приобрел более сильное. 6% дивдоходность. Так, и 22%. Но 22% от прибыли, конечно же, в будущем этого не будет. Будет 60-70%, чтобы она могла эти 6% выплачивать. Что тоже является допустимым параметром, но уже такой дешевизны не будет, поскольку Aviacom CBS будет получать в 3 раза меньше прибыль, чем сейчас ее получает. И мы сейчас в этом убедимся. Долги снижает. В общем-то, здесь есть такие потенциально неплохие движения. Активы нарастают по Aviacom CBS. Ну, чуть лучше стала ситуация. В основном, я смотрю, чуть лучше она стала, потому что компания подешевела очень сильно. И, в общем-то, сейчас у нее все достаточно неплохо. EPS 472. Ну и, собственно, вот к чему мы идем. Следующие значения в районе 2022 года, которые объявлены руководством компании, это в районе 2,3 доллара. То есть сейчас 472. Более чем в 2 раза будет сокращен финансовый поток. Еще сократится в районе 2023 года, скорее всего. Ну и такие вот несколько стагнационные, чуть с небольшим позитивом ожидания. Если ориентируетесь только на дивиденды, то есть тут ростового потенциала в компании практически нет. Если ориентируетесь только на дивиденды, то вполне вероятно, что дивиденды будут сохранены. То есть она в районе 6% может выплачивать. Это не будет для нее являться какой-то сверхзадачей. Делюкс давайте посмотрим ради интереса. Neville и Hannes Brand я знаю. Hannes Brand, по-моему, перестал дивиденды повышать. По 15 центов платит и не повышает. Но он тоже вне зоны интересов. Все-таки я хотел бы донести свою позицию, что лучше все-таки сильной компании брать. Эти вот ребята, они не очень-то такие привлекательные. Делюкс 820 миллионов капитализации. Всего первый раз, по-моему, эту компанию вижу. Тоже медиа. Но вот обратите внимание, что немного ли медиа будет. Если взять Viacom, если взять Делюкс, что медиа многовато. Наверное, лучше диверсифицировать по разным кубышкам это направление. Так, ну, довольно-таки тоже недорогая. Но компании вот эти вот маленькие, они довольно-таки рисковые. 6.3, но 90% уже у нее подобрался по яут рейте уровень 90%. Если здесь прогнозы, сейчас посмотрим. Так, прогнозы. Что у нее здесь? Маржинальность несколько снизилась. Так, все ясно. Активов набрала. Это неплохо. Ну, в общем-то, ожидает прямо-таки хороший рост финансовых показателей относительно предыдущих четырех кварталов. Всего 1 доллар. Она 1,3 доллара зарабатывает сейчас. До 5 долларов вырастет. По ожиданиям самой компании прибыль в ближайшее время, тогда снизится снизится ее по яут рейте. Давайте посмотрим, что там. Как она вообще отчитывается? Достигает ли она тех результатов, которые перед собой ставят? Ну, обычно отчитывается неплохо. Ну, скажем так, вот эти все компании, не будем все их просматривать, много времени уйдет. Они все с высокой долей рисков. Они маленькие и, ну, всякое может произойти. Где-то они дотянули, где-то что-то продали, где-то в какой-то неудачный проект вошли. Ну, вот они, видите, как этот конкретный делюкс, делюкс, он снижается с 2018 года. Снижается, 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 снижается. Так себе такая перспективка. Сейчас находится в ценах, ну, собственно, 1985 года. Опять же, если ориентироваться, наверное, только на дивдоходность, то, возможно, да. В плане котировок, наверное, я бы не стал задождать чего-то значительного. В этом случае сейчас можно рассмотреть, пожалуй, и облигации, может быть, фонды облигаций корпоративных, там тоже можно получить 5-6, там, может быть, 6,5% доходности. Но облигации менее рисковые, пожалуй, чем вот так вот взять и купить несколько маленьких компаний. По ним риски, я бы сказал, выше, чем в облигационных фондах. Наверное, если ориентироваться на дивиденды, сейчас вот в выплатах облигаций больше возможностей, нежели вот в таких компаниях, поскольку риски все-таки там будет меньше. Ну, субъективно. И Ханесбрэнс и Невел, у них аналогичная ситуация. Маленькие активы, такие довольно-таки слабенькие. Да, там все неплохо. Почему-то у него голову запало Ханесбрэнс, что он 15 центов платит и больше не повышает эту доходность. То есть, ее по большому счету съест инфляция рано или поздно. Давайте посмотрим, может быть, что-то поменялось у Ханесбрэнда. Так, не дата, нам нужно дивиденды. Дивиденды. То есть, сейчас 6%, а через год уже меньше. Ну, то есть, так же и 6% будет, просто что инфляция подъест. Нужно хотя бы, чтобы компания повышала на величину инфляции. Да, вот у меня почему-то в голову запало эти 15 центов. Поэтому я эту компанию, в принципе, не рассматривал. То есть, инфляция будет съедать покупательскую способность этих денежных средств и доходность фактически на возможность потребительскую, она будет снижаться со временем. Все-таки хотелось бы, чтобы компании, которые платят дивиденды, повышали минимум на 3-4% в год, чтобы, исходя из нормального уровня инфляции, значит, потребительские возможности, они либо оставались на том же уровне, либо лучше росли со временем. Так, давайте следующий вопрос. Вот НИСы. Добрый день, Денис. Предлагаю к рассмотрению северного соседа США, Канаду. Банковский сектор Канады считают одним из самых надежных, сравнивающих с швейцарскими банками. Предлагаю рассмотреть банк в Новоскоте, Роял Банк, Банк Монреаль. Поддержите вопрос лайками. Ну, давайте один рассмотрим. Я думаю, что у них динамика, в принципе, у этих банков схожа, так же, как она ориентировочно схожа у крупной четверки американских банков. Они чувствуют себя, как правило, примерно одинаково. Чтобы все три банка не смотреть сегодня, мы посмотрим первый банк, который вы указали. Я помню, что там и доходность неплохая, они упали не так сильно, как снизились ряд американских банков. В общем-то, вариантом они являются. Может быть, и станут какой-то альтернативой и диверсификацией. Довольно-таки дешевый банк по евро и не 7. Но от Сити я приобретался по евро и не 5. И это, в общем-то, я считаю, довольно-таки интересно. Так, небольшой рост они ожидают по финпотокам. Довольно консервативный. На Price to Book за 1 доллар собственности компании мы платим 1,20 доллара. Это тоже довольно-таки дешево. Так, банки дешевые. Дивидендная доходность более 6%. Это замечательно. Ну вот хотя бы 3% они повышают в среднем. Это примерно уровень инфляции в США стандартный. Не который сейчас, а вот стандартный, к которому придут. Он будет в районе 2-2,5%. И тут мы будем увидеть увеличение доходности выше, чем уровень инфляции. Это нормальный такой баланс, который позволит вот эту доходность держать в рамках интересов. Вот предыдущий вопрос как раз от Саш Баш. Обратите внимание, может быть, на банки Канады или американские банки. Доходность тоже как у этих компаний, но надежность и возможность восстановления у таких вот крупных банков, она выше все-таки, чем у Paramount, там Deluxe и прочих компаний. Это будет интереснее, я считаю. То есть тут структура управления совсем иная. Это крупные компании, на которых завязаны экономические процессы, в том числе канадские. Они и правительством будут поддерживаться. Вот если Deluxe будет загибаться, ему, скажем так, руки не подаст никто. А вот если такой банк, с ним какие-то проблемы могут произойти или сложности временные, то вероятнее всего все будет у него в порядке. Так, так, все понятно. Активы у него возрастают. В целом нормальный банк, я бы сказал, консервативный. Не ждал бы от него каких-то высоких результатов, так же, как от Citi, от того же самого. Тут возможность, что по этому банку, что по Citi, восстановление в среднесрочном периоде и в момент, пока оно не наступило, есть хорошая дивидендная доходность, есть низкие цены, которые сейчас за этот банк просят. То есть, это такая стоимостная покупка. 6,6 зарабатывает. Ну, 6,7, наверное, там. 6,6,28. Следующий у него потенциал. Небольшой рост в районе 5% по выручке и стагнация по прибыли. Ну да, в общем-то, все такое в рамках ожиданий. Больше сейчас ориентир на дивиденды и пока не завершатся вот эти сложности с экономикой, с мировой. Банки где-то могут топтаться на этом уровне. Я не думаю, что еще снизится. Он и так дешевый уже. Ну и касательно сравнить его с Citi. Давайте откроем Citi, посмотрим. Примерно то же самое, только в Citi, по-моему, еще и ниже балансовой стоимости торгуется в настоящее время. Да, вот Citi, обратите внимание, прайс-то бук у него 0,49. Почему он меня тоже привлек? То есть мы за фактическую собственность по бухгалтерскому балансу компании Citi мы платим всего-навсего в половину 50, 50 центов за 1 доллар. Капитализацию выручкой покрывает за чуть больше, чем за год в уровне 6 по E у него. А по динамике ну примерно то же самое. Ожидается некоторая такая вот некоторая стагнация. Дивдоходность чуть ниже, 4,52. Но доходность ниже по дивидендам мы должны понимать, что эти деньги банк внутри себя сохранит, который бы еще там 2% мог больше платить. Он эти 2% внутри себя оставит и сможет накапливать активы и приобретать генераторы прибыли. То есть тут такой относительный момент. Вот эти вот если бы дивиденды Citi не платил, он бы разбивался как бизнес существенно быстрее. Плюс к минусу. То есть такой вот относительный момент. Так, и по 7,3 в настоящее время значит 7,09 чуть-чуть подрастет и вот такая стагнация на будущие будущие периоды. Собственно по большинству банков есть стагнационные ожидания ближайшие 3 года. Это ну видимо будет основным таким триггером в развитии или точнее сказать в отсутствии развития банков на ближайшие периоды. Практически все банки одно и то же показывают. Так, ну давайте еще один-два вопроса. Вот Сергея Морозова вопрос. Что думаете про банковский сектор США? Как повлияет высокая ставка на доходы банков? Как возрастут неплатежи клиентов? Спасибо. В продолжении банков высокая ставка на доходы банков. Некоторые банки получат от этого большие финансовые результаты. вообще высокая ставка и повышенная ставка она как правило отражается позитивно на банках. Но есть структуры активов. То есть есть те деньги и статьи имеющиеся в наличии или отсутствующие банков, дают максимальный результат при повышении ставок. Собственно мы видим JP Morgan банков Америка в лучшем состоянии сейчас находится. Их откупили Сити чуть хуже, но ситуация постоянно меняется. Как-то на этом же фоне JP Morgan укатали Велсфарго скажем вырос. Ситуация постоянно меняется. Вообще рост ставки на банки влияет позитивно. Как возрастут неплатежи клиентов? Я не думаю что значительно возрастут поскольку все-таки ставка не такая высокая там не 15 не 20 процентов который к экономической кризису бы однозначно произошел. Плюс уже ранее еще год назад наверное полтора года назад шла речь о том что ставки в США будут поднимать и мы с вами обсуждали эти вопросы активно кто на канале он это все помнит знает я точно уж помню эти моменты объявили всем о повышении ставки не в таком официальном порядке скажем Паул выступил сказал ребята ставку будем поднимать давайте готовьтесь но по риторике это было понятно и огромное количество американских компаний они начали снижать свои долговые нагрузки до комфортных это не как у нас там взяли и вчерашним днем что-то объявили это все сделали заранее и компании которые имели риски они в общем-то снизили свои долговые обязательства по многим компаниям вы можете открыть и увидеть что в 21 году были снижены снижена долговая нагрузка до комфортной например если она была какая-то не очень комфортная они ориентируются на определенную ставку и понимают сколько нужно будет процентов им платить либо они перешли на более долгосрочные инструменты более там длинные облигации например выпустили то есть это не является снегом на голову осень там или зима у них наступила не случайно абсолютно в общем-то я не думаю что это значимо как-то скажется на неплатежах клиентов конечно в какой-то процент может быть возрастет может быть физики где-то им сложнее будет что-то делать там где-то ипотечные какие-то вопросы могут возникнуть но как что-то глобальное но вряд ли произойдет все это в режиме плановом происходит в общем-то все были готовы наверное крупные компании безусловно а банкротство какой-то компании небольшой банкротство там ряда физических лиц оно никак на экономическую ситуацию никак не повлияет тот же самый гугл не обанкротится у него там долгов практически нет там Microsoft Amazon или Apple тоже в них проблем с долгами никаких нет поэтому я думаю все будет нормально так следующий вопрос от Евгения здравствуйте Денис какие российские компании можно сейчас взять под дивиденды за счетом на относительно быстрое закрытие дивгэпа заранее большое спасибо вы знаете ну такой вопрос по России очень относительный совершенно не имею понятия наверное и никто не знает кто-то планирует дивиденды заплатить кто-то не планирует различные абсолютно информации поступают на этот счет я бы пожалуй от российского рынка сейчас ну чего-то не ожидал однозначного это просто американские горки американцы называют свои горки русскими горками в общем-то я бы наверное на это не рассчитывал чтобы взять под дивиденды тут раз она гэп закрылся денег заработали было бы все очень просто хотелось бы иметь такую информацию из будущего но это события которые еще не произошли и мой взгляд сейчас на российские компании российскую экономику он несколько ну ниже среднего я не ожидаю там расцвета что наконец-то мы там оковы скинули и сейчас пойдем в рост наверное все будет ухудшаться в экономике там пропаганда будет усиливаться компании будут иметь больше налоговые обязательства налоговое бремя ну наверное я бы все-таки на это сейчас не рассчитывал взять там под дивиденды получить дивиденды и закрыть гэп тем самым заработать то есть такое пожалуй не пройдет но тут чисто в формате там какой-то удачи чего-либо посмотрите может быть IT направление ну там дивидендов по-моему особо не платят какие там компании различные позитивы там Яндекс и все прочее у них там дивидендов толком нет пожалуй так ну и давайте еще один вопрос и будем наверное заканчивать доброго времени суток Денис компания цел сиус холдинг из потребительского сектора безалкогольные напитки перспективы или приобретение на средний срок давайте посмотрим какая-то компания небольшая такая не на виду стоит ее рассмотреть вообще надо конечно возвращаться уже к разборам компании полноценным не в формате там гуру фокуса такого экспресса надо конечно смотреть полноценно 6 миллиардов капитализация что-то какая-то она безумно дорогая эта компания она американская да американская компания очень дорогая нет пожалуй я бы такую компанию покупать не стал но у нее прям перспективы какие-то космические что это такой за актив за такой с такими космическими перспективами значит дополнительную миссию акции они осуществляют чтобы себя на плаву поддерживать выручка прямо-таки космически растет долгов немного так операционный денежный поток улетел вниз свободный денежный поток вниз интересный актив а очень активно они свои акции продают в рынок количество активов растет так 19 центов сейчас закрывают на одну акцию что у них по 22 году ожидают убыток да нет вы знаете наверное я все-таки даже с учетом вот этих оптимистичных прогнозов вероятно они выстроены самой компанией сейчас убыток но имеет возможность роста до 50% в год наверное все-таки я бы от нее остерегся как-то уж очень она позитивная я не думаю что в рецессионном рынке стагнационном рынке когда потребление будет снижено можно будет прямо таки себя так замечательно чувствовать что расти на 50% в год наверное сейчас не то время для таких ракет а учитывая если эта ракета не произойдет и мы имеем очень высокую сейчас цену на эту компанию форвард по евро и не 70 это на секундочку почти в два раза больше чем у компании Nvidia которая всегда была ракетой например то здесь вот эта ракета может хорошо припасть процентов на 50 на 70 но если она добьется тех финансовых результатов которые она перед собой поставила то безусловно эта цена может быть оправдана но у меня скептические сейчас вот настроения в отношении данной компании поскольку рынок рынок довольно таки операционная прибыль вот отрицательная это меня смущает довольно таки сильно то есть есть уже визуально смотрю есть определенные дырки финансовой отчетности которые у меня вызывают вопросы и тут такая доля неоднозначности присутствует как они спланируют увеличивать финансовые результаты и так огромными темпами наращивать свои прибыли ведь у них ну не так быстро все растет и отрицательная операционная прибыль что они тут делают расширяются за свой счет тут кого-то приобрели за 14 миллионов долларов в девятнадцатом году увеличивали свои свои финансовые возможности так давайте еще посмотрим тогда как она отчитывается динамически мне интересно не дурят ли они голову людям так давайте по годам посмотрим в целом отчеты у них адекватные а что-то я уже ее кстати говоря раньше и переоценивал где-то были видимо запросы на переоценку данной компании нет я оценивал ее в 20 долларов так это было январь 22 года январь 22 года это где-то вот здесь вот она когда 50 стоило ей 20 долларов дал нет пожалуй я бы конечно компании сейчас ну относился довольно таки скептически все-таки пусть эта ракета если она ракета улетит бог с ней но рисковать бы наверное деньгами не стал потому что сейчас она очень дорого стоит и все-таки вероятность того что она снизится значимо выше чем того что она вырастет вот такое вот такое мнение насчет компании так ну давайте еще один вопрос вот Дегабун здравствуйте Денис центральные банки стран мира скупили рекордность 67 года объем золота в третьем квартале 22 года почему к чему они готовятся то есть золотодобычка в производстве золота в США на ваш взгляд является лидером этой отрасли лидер это Ньюмаунт на втором месте я бы поставил Берри Голд на третье место я бы поставил Ройал Голд вот собственно такая ситуация сейчас Ньюмаунт обладает еще хорошей див доходностью если есть желание приобрести защитные активы золотодобычки являются именно таким защитным направлением и золото вдруг будет дальше стагнировать или расти не будет по крайней мере вы получите неплохую див доходность на порядка 5% от Ньюмаунта ну а Берри Голд он дешевый то есть можно его тоже рассматривать потому что он стоит дешево значительно дешевле чем Ньюмаунт почему банки скупают рекордный объем золота мое личное мнение что страхуется вот у них куда деньги-то вкладывать у банков представляете вот вы банк у вас есть энное количество миллиардов долларов триллионов долларов огромные деньги то есть от распределения этих денежных средств зависит ваше будущее вам естественно нужно эти деньги куда-то эффективно вложить как минимум их не потерять то есть банки иксы не зарабатывают им это не нужно они берут деньги дают под более высокие ставки куда-то активы какие-то приобретают и так далее денег куча в настоящее время а куда вложить рынки падают риски огромные в акциях в фондах инфляция 8 процентов то есть представляете с каким объемом эти деньги горят то есть если у вас лежит триллион долларов к примеру гипотетически 8 процентов сгорает это ну огромные деньги куда-то нужно вкладывать я думаю что они выбирают в настоящее время такую защитную тактику они приобретают золото по крайней мере ну в общем-то деньги не будут сгорать в таком объеме в котором это имеет место быть если вдруг дальше будут ставки повышаться рынки падать не знаю какая-то гиперинфляция разовьется еще что-то по крайней мере эти средства будут в чем-то вложены в чем-то защитном и не сгорят в том виде в котором могли бы это сделать просто находясь на счетах вот в голову приходит что не знаю обратили ли вы внимание я говорю о всех подписчиках у меня уже огромное количество предложений от разных банков они дают кредитки на огромные суммы вообще без каких-либо там требований тот же самый альфа по которому я снимал ролик он дает беспроцентный кредит вот по карте в год дал 500 тысяч я воспользовался этим предложением уже кстати закрыл эту карту ну в отношении того что закрыл в смысле рассчитался с этим кредитом они расширили мне до 750 тысяч рублей кредитный лимит тоже там готовы они на год продлить беспроцентные вот эти условия то есть деньги пытаются раздать они даже звонили говорит вам еще кредитная карта нужна я говорю у меня уже есть ваша карта объем достаточно я не пользуюсь давайте еще вам одну карту на тот же на тот же лимит и тот же год без процентов вот они готовы просто миллионами деньги раздавать без каких-либо там значимых условий лишь бы людям деньги эти вручить то есть я думаю что и наши банки находятся в такой ситуации когда им нужно куда-то эти деньги пристроить будет замечательно если они их пристроят к человеку который возьмет этот кредит там по 30 процентов и они будут радоваться деньги пристроили какой-то процент получить просто им деньги девать ну некуда наверное приходит от БКС без конца предложения от Тинькова там какие-то вип-карты с какими-то огромными суммами без каких-либо условий с бесплатным обслуживанием такого никогда не было то есть сейчас банки активно пытаются распределить денежные средства чтобы раздать их населению скажем так я думаю что и другие банки мировые тоже в этом направлении работают ну избирают такой путь может приобретение золота потому что кредиты сильно видимо сейчас никому не надоешь особенно где-то в Европе и в США такое защитное направление для себя избрали вполне рационально наверное чтобы сохранить капитал как минимум это мое субъективное мнение безусловно в целом что хочу сказать никого не слушайте меня не слушайте рассматривайте все объективные данные только самостоятельно как по самим компаниям так и по мировой экономике макроэкономике это будет самый правильный выбор как всегда все полезные ссылки в описании зайдите посмотрите к ролику всем удачи в инвестициях самое главное здоровья вам и вашим близким всего доброго до свидания